Добрый вечер, пятница! В эфире программа «Культурный код». Сегодня у нас потрясающая тема для разговора. Мы сегодня будем говорить о музыке. О такой музыке, от которой душа сначала сворачивается, а потом разворачивается. Моя любимая тема — народная музыка. И сегодня у меня в гостях Вера Владимировна Лашкина. Здравствуйте, Вера Владимировна. Здравствуйте. Вера Владимировна, заслуженный работник культуры Республики Хакасия и Российской Федерации, руководитель оркестра народных инструментов детской музыкальной школы имени Александра Александровича Кеннеля и артистка ансамбля «Звоны». И еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вы ко мне сегодня пришли. И маленькая ремарочка в начале. На экране у нас сегодня картина Бориса Кустодиева «Зима». Это русский пейзажист, прекрасные у него работы. Меликолепная картина. Говорить сегодня будем о музыке, об оркестре народных инструментов. Для меня это стало открытием. Честно скажу, это так завораживает. Но я предлагаю не откладывать в долгий ящик, потому что раз мы говорим о музыке, музыка должна звучать. И послушаем первую композицию. Называется она «Вальс Анны Снегиной». И потом расскажем им о ней. Композитор Кирилл Молчанов. Кирилл Молчанов. Давайте посмотрим видео и вернемся в студию. Кирилл Молчанов. Кирилл Молчанов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И мы все, значит, все сидели, слушали, а я пела. И вы знаете, какой у меня был репертуар? Какой? У меня был репертуар, ромашки спрятались. И вторая песня была «Гляжу в озёра синие». О, как прекрасно! Вот, не случайно, вот «Гляжу в озёра синие», мы потом играли с оркестром. Вот как-то всё переплелось, понимаете? Мы играли эту пьесу с оркестром. И дети так её любили, что вот одна девочка, моя ученица, Настя Дорбека, они вместе с папой очень любовно вырезали такую большую доску, ну, для того, чтобы туда объявления какие-то помещать. И эта доска, она в форме такого свитка или листа какого-то такой, с закрученными концами, с нотным станом. И когда они принесли вот эту доску мне в класс, Настя сказала, Вера Владимировна, пропойте эту мелодию. А оказалось, что это «Гляжу в озёра синие». Представляете, как любил это произведение оркестр. Очень любили все дети. И вот теперь у меня в классе вот эта доска, и на неё я прикрепляю объявления или какую-то там информацию. Но это как напоминание какое-то всё время для меня. Ну или какая-то путеводная звезда. Жалко, конечно, что видео вот это мы не включили в передачу. Но можно зайти на мою страницу ВКонтакте и посмотреть. У меня есть кое-какие видео там тоже. Ну ещё что я хотела сказать. Что вот эта вот любовь к народной музыке, она проснулась, конечно, не сразу. Почему? Потому что я училась на четырёхструнной домре. Четырёхструнная домра – это инструмент, на котором играют в основном скрипичный репертуар. То есть очень много я играла скрипичного репертуара. Концерты, Вивальди, Верочини, Моцарта, Бетховена. Они ложатся на домру, да, получается? Ну, конечно, строй такой же, как у скрипки. Строй такой же, как у скрипки. То есть я получила классическое образование, вот, по сути дела. Ну и народной музыки для четырёхструнной домры – немного написано оригинальной музыки. А трёхструнные перекладывать – это всегда сложно. То есть есть переложения, но это уже немножечко не то. Это сейчас я уже понимаю со временем. Вот. И только лишь, приехав сюда, в Хакасию, я обратила свой взор на трёхструнную домру. И я учу детей играть на трёхструнной домре. То есть я её освоила. Конечно, играю в звонах я на четырёхструнке. А вот учу детей я на трёхструнной домре. И она мне нравится больше, чем четырёхструнная, потому что она, ну, как вам сказать, более открытая, более народная такая. Четырёхструнка всё-таки она немножечко искусственная. К классике, да, больше? Да. Ну и вот. И вот у меня вот все ученики и трёхструнники. Как интересно. Не знала, что домра бывает четырёхструнной и трёхструнной, и что на домре можно играть классическую музыку. Такая новая для меня информация. Ну, здорово. А может быть такой обывательский совершенно вопрос, ну, чем трёхструнная домра отличается от балалайки? Трёхструнная домра от балалайки, в принципе, и отличается приёмами игры. Ну, и там есть ещё специфические особенности. Конечно, на балалайке играют пальцем, на домре – медиатором. Ну, на домре тоже можно пальцем играть, эпизодически использовать приём красочный. Ну, ещё и, конечно же, и репертуаром, и тем, что у балалайки две струны настроены одинаково. Это вообще какой-то, надо сказать, я иногда задумываюсь над этим, это вообще какой-то просто удивительный, просто уникальный инструмент, как может, вот, так сказать, три струны, две из которых настроены одинаково, и рвать душу на части. Да. Вот это. Понимаете, для меня вот этот вопрос. Ну, это магия русских народных инструментов. Скорее всего, другого объяснения этому просто быть не может. Вернёмся к оркестру. Сколько у вас в оркестре участников, и кто эти участники? Ну, вот, в последнее время стало очень много участников. У нас, получается, когда я пришла работать в музыкальную школу, меня пригласил Анатолий Александрович Спирин, тогда был директор нашей школы, вот, 35 лет назад, и он сразу же мне сказал, я вас беру в школу не только преподавать Домру, но и руководить оркестром, потому что я, говорит, мечтаю о том, чтобы вот у нас постоянно был оркестр. Ну, и мне пришлось вот на пустом месте просто создавать. То есть, даже такой вот факт, что где-то месяца полтора или два у нас не было вообще инструментов, то есть, я была уже руководителем оркестра, и мы вот занимались без инструментов. Ну, то есть, ну, как домристы со своими, конечно, инструментами, но вот, как бы, контрабаса не было, не было, не было лайки секунды, не было лайки альп, то есть, мы испытывали просто колоссальные трудности, но мы как-то продержались, и потом нам пришло два комплекта, ну, самых таких простых инструментов, и вот с этого всё началось. И изначально вообще на моём отделении струно-щипковом было 26 человек училось. Мне кажется, это много. Это много, да? Ну, там же есть и первый, и второй класс, их же не посадишь, как бы, играть, да? Мы же используем только старшие классы в основном. Ну, вот сейчас, если я вам скажу, у нас 80 человек на нашем отделении, ну, и где-то порядка, там, 50-60 на народном отделении баян и аккордеон. То есть, а эти два, как бы, отделения... То есть, это же громадная работа, просто невероятная. Это огромная, да, работа. И теперь у нас два оркестра в школе. Младший оркестр, ну, такой, скажем, подготовительный, но он и как самостоятельная концертная единица тоже может быть. И вот старший оркестр тоже у нас есть, я им руковожу, это концертный оркестр. И, ну, на сцену мы выходим, ну, где-то численностью 35-40 человек. Вот так. Это достаточно много. Это достаточно много, и ещё, мне кажется, это показатель такой хорошей и качественной работы, потому что с 25 до 80 человек увеличилось, получается, количество участников оркестра. То есть, интерес к музыке, получается, растёт, да? Ну, в Абакане к народной музыке, к народной музыке. Ну, интерес вообще растёт к обучению, да, к занятию музыкой вообще в народе. И это очень хорошо, это замечательно. Вот, если там какой-то вы мне вопрос задавали по поводу того, изменились ли образования, как-то меняется ли образование. Да, слава Богу, что оно не меняется. Понимаете? Вот это очень хорошо. И лучше пусть оно не меняется. Конечно, это то, что оно не должно быть. Ведь у нас самое лучшее образование в мире. Я это вам не голословно заявляю. А у меня есть просто люди, которые за рубежом, мои ученики работают, и они говорят, как там занимаются на музыкальных инструментах. И они говорят, что ваши самые средние ученики там бы просто блистали. Это очень приятная тема. И я думаю, что нужно перейти, немного поговорить о ваших известных учениках. У нас есть видео с Екатериной Непряхиной. Да, я правильно говорю. Да, это вот был форум, на котором выступал наш симфонический оркестр, филармонический наш оркестр под руководством Вячеслава Инкижекова. И был такой проект «Одарённые дети города Акасии». На этом форуме выступала я тоже со своим оркестром. Мы несколько произведений играли. И вот выступала Катя Непряхина. Она на тот момент училась в Музыкальной академии имени Гнесиных у Александра Андреевича Цыганкова. И был такой вот совместный проект. Она приехала сюда и исполняет она произведение Александра Цыганкова «Концерт-симфония». Это третья часть «Фантастическая скерца. Волшебный замок». Потрясающе. Давайте посмотрим, пожалуйста, видео Екатерины Непряхиной. «Концерт-симфония» 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 Возвращаемся в студию. Напомню, что у нас в гостях Вера Владимировна Лашкина, заслуженный работник культуры Республики Хакасии Российской Федерации, руководитель Оркестра народных инструментов детской музыкальной школы имени Александра Александровича Кеннеля «Раздолье». Вера Владимировна, начали говорить об учениках. Давайте вернемся. Продолжим этот разговор. Расскажите о своих учениках. Я очень люблю своих учеников. Наверное, это почему? Потому что я люблю своих педагогов, которые меня воспитали. Понимаете, я вот, например, очень благодарна своей учительнице Серковой Галине Кирилловне, которая меня воспитывала в музыкальной школе. Сначала потом в училище у меня один и тот же педагог был, потому что я училась в школе при музыкальном училище. Вот. И затем в институте тоже у меня были прекрасные педагоги. И мне повезло, что у нас и в училище, и в институте был великолепный оркестр. В училище у нас был руководитель бояринцев Валерий. А в Челябинске, когда я училась в институте культуры, там был руководитель знаменитый, и сейчас он руководитель оркестра «Малахит» Лебедев Виктор Степанович. И вот я просто вот почему эти фамилии называю? Вы понимаете, это такие люди великолепные. Я сейчас вспоминаю каждое их слово. Вы понимаете, когда ты сталкиваешься с какой-то ситуацией, или что-то рассказываешь, или ещё что-то, у меня почему-то всё время всплывают перед глазами мои учителя, их фразы, как они говорили, что они со мной делали, то есть как они показывали, как они мне прививали любовь к музыке. Почему-то стоит в ушах вот это звучание оркестра, то есть эталон какой-то, как должен оркестр звучать. И я вот всячески стремлюсь к этому всю жизнь. И поэтому я очень тоже люблю своих учеников и понимаю, какую миссию, какая миссия на меня возложена. Стараюсь вот быть для них, ну, каким-то примером, или там, я даже не знаю, ну, стараюсь просто с ними контакт поддерживать. И вот у меня, оказывается, столько великолепных учеников пошло дальше. То есть выбрала, так сказать... Остались в профессии, да? Да, остались в профессии. Это Катя Непряхина, это Наташа Кровец. Наталья Кровец, она теперь старший преподаватель Новосибирской консерватории, она солистка Новосибирской филармонии, дуэт «Резонанс» там есть такое, с гитаристкой играет вместе. Она там лауреат всевозможных конкурсов зарубежных. Вот, также у меня есть еще ряд просто девчонок интересных. Ивченко Настя, Токарева Полина, Кижаткина Вика, Скляр Катя. Скляр Катя сейчас в Америке живет. Ну, они с мужем вместе там тоже гастролируют, концерты какие-то все время проводят. Я просто смотрю, ВКонтакте за ней слежу. Вот она и на мандолине великолепно играет. Вот, кстати, Наташа Кровец тоже играет на мандолине. А мандолина, как вы знаете, что это инструмент, такой же строй имеет, как четырехструнная домбра. Ну, Наташу Кровец я тоже учила немножко там на четырехструнной домбре. Она у меня на двух инструментах играла. Вот, и поэтому и на мандолине она тоже без проблем играет. Вот. Ну, и еще один такой интересный факт, вот, то, что, например, у меня такая ученица была Покаянова Настя. Ее, наверное, все, ну, многие музыканты помнят. Она здесь блистала, как домристка. Вот. А потом она выбрала своей профессией флейту. И она уехала и поступила в Германии в какую-то консерваторию на флейту, в какую-то знаменитую Карлс Рой. Вот. Значит, закончила эту консерваторию как флейтистка и работает сейчас как флейтистка. И вот для меня это совершенно, вот, не имеет значения. Я самое главное знаю, что я привела ей, вот, умение работать. Раз она так смогла, что вот, так сказать, все, что надо, взяла от домбры, а затем у нее такая страсть к обучению, что ей стало интересно освоить еще инструмент, и она до таких высот его освоила. Вот. Также еще один вот момент могу сказать, что некоторые дети, несмотря на то, что вот они, как бы, закончили по домбре, ну, и достигли, причем, очень высоких результатов. То есть они какими-то лауреатами были, различных конкурсов здесь, как домристы. А потом раз, ну, захотелось им там на другой инструмент или в другую профессию. И они великолепно там тоже состоялись. Вот это удивительно. Вот. Еще один такой вот момент, что, когда я работаю с оркестром, ну, как бы, некоторые дети иногда просто спрашивают, ну, а зачем нам это? Ну, да, такой вопрос, который интересует всех детей. Парни, вот, тяжело же на контрабасе играть. Это большой инструмент, это большой инструмент, крупногабаритный. Вот. Был у меня такой маленький мальчик, Ваня Нагибнев, я его поставила на контрабас. Он так старался, он так играл. На всех конкурсах он у меня здорово играл. И вы знаете, ведь это стало его профессией. Он теперь играет на контрабасе в знаменитом просто ансамбле «Вечерка» Антона Заволокина. Понимаете? Ну, да. То есть, ну, вот, все не зря. Не зря. Ну, и, наверное, важно для преподавателя вот это перебороть, вот это сопротивление ученика, да? Как-то вы как с этим боретесь? Или нужно иногда, наоборот, отступить и сказать, ну, ничего, ничего, вот завтра придешь, заново возьмешься. Да, но тут приходится быть гибким. Гибким, да. Иногда вот с некоторыми приходится на поролом идти, потому что ты знаешь, что если ты ему жестко не скажешь, то он просто сядет на шею. Ручки свесли, да. Вот. А иногда приходится как-то хитро поступать. Вот. Ну, еще вот один такой момент. Хочется вот коснуться такой темы, как был у меня опыт работы со взрослым оркестром. Со взрослым оркестром. Оркестр «Раздолье» мы создали, и он просуществовал где-то года два-три, ну, три, наверное, года он просуществовал. Вот. Там играли все мои выпускники, ученики, играли педагоги наших школ города и Хакасии. Даже приезжали из Черногорска, из Саиногорска даже кто-то мотался. Вот. И на репетиции тоже? Да, да. На репетиции, да. Два раза в неделю, по два часа. Это героическая работа, да. Выстраивали, можно так сказать, что из личного времени. Вот. Но всем очень хотела. Почему мы создали этот оркестр? Потому что сюда, в Абакан, ну, где-то порядка десяти лет назад приехала, ну, целая компания молодых специалистов. Это Парсаевы, ну, они были, наверное, у вас здесь в гостях, Валентин и Маша Толыкова. Вот. Наш выпускник Валентин Парсаев, нашей школы. Вот. Дима Лашкин, и он привез жену великолепную, домристку Татьяну. Вот. Ну, и, в общем, еще несколько там было человек, новых, так сказать, молодежи. И они, им захотелось играть, захотелось вот... Душа просила, да? Да. Душа просила, они меня уговорили вот этот оркестр собрать. Мы собрали, но этот оркестр, конечно, требует колоссальных и даже физических затрат. Это отдельная работа. Нам пришлось очень много перелопатить партитур. Ну, изначально мы играли там, ну, как сказать, классику народную. Валенки, карабейники, лимбовековая, городовская, русская зима. Ну, и, в общем, всевозможные такие вот произведения. Ну, и вершиной вот этого, вот этой нашей работы с этим оркестром, конечно, стал концерт с Александром Андреевичем Цыганковым. Вот. Это была проделана просто колоссальная работа. Может быть, мы послушаем? Давайте, да, мы послушаем, пожалуйста, Александр Андреевич Цыганков. Произведение будет называться «Чардаш». Да? Да. Все правильно, пожалуйста, давайте посмотрим. Продолжение следует... 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 в том числе и финансовое конечно вот но и самое главное это нехватка времени потому что это требует огром это отдельная работа то есть мне нужно со всех работ уходить и заниматься только этим оркестром ну и ребятам тоже часть работы своей какой-то оставлять а когда же спать то есть это ну вот как муниципальный оркестр духовой например основная работа должна быть я ненадолго вас привел у нас звонок давайте послушаем добрый вечер вы в эфире спасибо большое до свидания вот так вот немножко разбавили нас разговора музыки немножко повесили да ну и вот ребята конечно я их называю ребята потому что частично это мои ученики они конечно сделали тоже колоссальный рывок просто да это действительно я думаю что это был просто рост прыжок выше головы профессиональный рост и александр андреевич нас всех похвалил вот он сказал что ему было очень приятно с этим оркестром играть ну и считаю что это ценно действительно очень не могу не знать этот вопрос вот эта работа с репертуаром даже переложение каких-то партитур да на народные инструменты где вы берете репертуар как подстраиваете его под детей под детский оркестр ну вот когда раньше была как-то жизнь поспокойнее не такие темпы были да вот как сейчас несется просто жизнь просто несется ты не успеваешь ничего делать приходится партитуры покупать вот и ну естественно ты их можешь купить но не переделать ты ее не можешь не потому что они их нужно все равно адаптировать что-то делать с ней с этой партитурой вот а раньше просто геннадий михалыч я тоже садилась мы перекладывали мы писали раньше было как-то побольше времени не знаю просто сейчас просто бешеные но учесть если учесть что у вас 80 учеников да получается нет ну они не вечно мои на что там остается время поесть наверно не когда-то тоже хорошие тоже хорошая нагрузка на я думаю да можно мышь немного поговорить о тех какие о том какие инструменты у вас в оркестре все-таки мне вот этот момент интересен кроме думы балалайки и гусли это на оркестр конечно предполагает чтобы там были интересные разнообразные инструменты вот в основном конечно два основных инструмента это домра и балалайка и их разновидности есть домра малая домом альт ப fault и балалайка это былоá как прима бы лайка секунда alt и контрабасπάло лайка есть еще группа баянов есть еще группа ударных инструментов ударные инструменты они могут тоже быть барабан тарелка могут быть еще и фольклорные ударные инструменты. Вот. Но гусли, как вы заметили, гусли тоже интересные. Потрясающие, просто потрясающие. И вот я что хотела сказать, что я вообще по образованию дирижёра оркестра. Дирижёра, да? Так сложилось, я вообще хотела просто быть педагогом по классу Домры. А получилось, что в Институте культуры в Челябинске я получила такое образование, дирижёра оркестра. И я просто обязана владеть этими всеми инструментами. То есть, ну, у нас, естественно... Выбора нет, да? Да. Естественно, что это было изучение или узкая специализация, скажем так. Ну, полгода там балалайку изучали, полгода там баян изучали. Но всё равно мы изучали эти инструменты. И когда иногда меня дети испытывают, да, они говорят, «Ну-ка, Вера Владимировна, сыграйте-то мне». И мне приходится «эх!» И играть на балалайке соло там какой-то. Или, допустим, там, вот так надо играть. И показывать там. Показывать, да. Мпа-умпа-умпа-умпа. Да, приходится в темпе показывать. Ну, до чего дошло. Дело, что я даже и на баяне показываю, как нужно играть. Ну, в общем, как бы жизнь заставит, и ты научишься, называется. Ну, выбора-то нет, да. Выбора нет, приходится показывать. Интересно, вот это совмещение роли артистки и дирижёра, как оно даётся? Это сложно даётся. Сложно, да? Потому что вообще любая деятельность, вот получается у меня три единства, да. То есть педагогика, вот исполнительство и вот дирижирование, да. То есть три таких вехи. Жонглируете, да. Ну, вот везде нужен перерыв. А у нас получается, что перерыва нет. Да, да. Поэтому приходится очень быстро перестраиваться. Ну, что поделаешь, так вот нужно делать. Ну, вот звоны, конечно, занимают в моей жизни тоже очень много. Вот. Прежде всего, я люблю звоны, потому что там можно играть на домре. Вот. Ну, чтобы не потерять форму, чтобы поддержать форму. Ну, и кроме этого, конечно, мы с мужем вместе в этом ансамбле, да и дети наши. Да и дети наши там, да. Участвовали, вот, все 25 лет. У нас осталось буквально 14 минут. И я думаю, давайте, раз мы перешли к звонам, давайте посмотрим номер «Калина Красная» называется, да. Давайте прозвучит эта композиция. Пожалуйста, звоны «Калина Красная». Фирмскаяlerinle «Калина Красная» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Идет, конечно, сейчас подготовка к нашим текущим концертам Ну вот будет у нас концерт «Посидим по-хорошему» С новыми произведениями, там частично фольклорная программа будет Субтитры подогнал «Симон» Да, фольклорный блок будет там интересный, с интересным, вот Дмитрий Геннадьевич там, сейчас его немножко повело в сторону джазовых каких-то мотивов, современных, вот, привносит в фольклор современное звучание, скажем так Мы с Геннадий 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 Геннад Вот, это моя душа, это моя боль, если хотите, это переживания, это родные люди, почему, потому что вот 25 лет работы, они нас так вместе схватили, да, вот у нас просто с ребятами, у нас не просто какие-то там, как коллеги мы, да, а вот мы просто как родные люди уже друг другу стали за это время, конечно, и звоны для нас и общение, и дружба, и семья, то есть все как-то вот такой клубок переплелось, я даже если на чашу весов положить, даже не знаю, что я больше люблю, вот свою работу в школе или работу в звонах, то есть вот настолько это все. Я думаю, это две части вашего одного целого, да, делить такое сложно. Да, ну и конечно я вот рада то, что мы передали, так сказать, руководство этим ансамблем своему сыну, и то, что сын пошел по нашим стопам. Вообще мы, у нас двое сыновей, Федор и Дмитрий, вот Федя стал юристом, хотя мы все сделали для того, чтобы он занимался музыкой, он у нас закончил Красноярский колледж искусств, как баянист, вот, и вот сейчас он юрист, в Новороссийске живет. Вот, вот, а Дмитрий еще привез сюда к нам свою жену Татьяну, она великолепная домристка, очень высокого уровня, вот, и так сказать, наша Хакасия пополнилась еще одним специалистом. Вот, ну и я, конечно, рада, что в руках Димы балалайка звучит просто здорово, ну и все номера, которые мы включаем, сольные номера Димы, они, конечно, являются такой вот звездочкой концерта всегда. Я думаю, все, кто слышал хоть раз исполнение Дмитрия, об этом знают, да, и, конечно, впечатляет его уровень мастерства, но вот такой вопрос, у вас получается семейная династия, династия музыкантов, да, а как вот прививать эти народные традиции, как сохранять их, как передавать? Вот вы сами и ответили на этот вопрос, потому что традиции, вообще, вот, это прежде всего зарождаются они в семье. То есть, это когда семья собирается за столом и поет народные песни, это когда семья слушает, о, смотрите, выступает оркестр, все затихли, сели около телевизора и видят. Когда мы слушаем народную музыку, когда у нас какие-то струнки души встрепенулись, когда мы смотрим фильм «Азурь здесь тихий», и там играет балалайка Михаила Рожкова, когда мы плачем от этой музыки, вот это и все и есть традиции. Мужчечки, у меня мурашки по спине побежали. Спасибо, спасибо, да. Давайте, давайте послушаем Дмитрия Лашкина, все-таки, хотя хотели, конечно, мы валенки послушать, но давайте послушаем Дмитрия Лашкина с произведением «Ах, мамочка». Алина. Наверное, отошла у нас. Алина. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаемся в студию. Буквально две с половиной минутки у нас осталось до конца эфира нашего невероятного, очень душевного. Спасибо за это Вам, Вера Владимировна. И вопрос такой, ну почему все-таки важно сохранять нам русскую народную культуру? Мы вроде как живем в России, говорим по-русски. Но зачем нам нужны народные инструменты? Вот Вы знаете, не случайно же, что вот год... Мне, кстати, очень нравится, что государство вот определяет какой-то год, допустим, год науки, год экологии, а вот сейчас год народного творчества, да? Не культурного наследия, а не материального культурного наследия, а народного искусства. Не материального культурного наследия, это же очень важно. Это просто здорово. Я вот просто счастлива от того, что сейчас такой год, понимаете? Ну я думаю, все, кто сохраняет, да, культуру... Конечно, это нельзя потрогать руками, но это бесценно. Вот то, что мы делаем, вот то, что мы поем вот эти песни, и они приобретают другое звучание, более современное. То, что молодежь приходит на наши концерты, слушает, аплодирует, кричит «Браво!», это как бальзам на душу, понимаете? И все, ну не хотелось бы воспитывать невежество, правильно? Да. Не хотелось бы, чтобы, как у меня однажды было, когда я предлагаю билет на звоны, а одна родительница у меня говорит, а мы оперу не любим, понимаете? То есть не хотелось бы вот долой невежества, вот я хочу сказать. Это лозунг мой по жизни, понимаете? Ну вот, ну... Закончу. Я соглашусь, да, но у нас осталось еще 30 секунд, еще можно что-нибудь еще сказать, пожелать. Давайте, да, пожелаем что-то. Давайте пожелаем, чтобы скорее разобщение закончилось, и началось наше с вами общение тесное. Вот, началась игра в оркестрах, онлайн. Все, 7 секунд, спасибо большое всем, что были с нами, до встречи в наших эфирах далее. Спасибо и до свидания.